Ирина Николаевна, спасибо вам большое. Я думаю, что вопросы будут, и мы их обсудим в конце. А сейчас я хочу предоставить слово Ксении Юрьевне Беловой. Ксения Юрьевна, напомню, руководитель рабочей группы нашей ассоциации как раз по внедрению служб профилактики повторных переломов и организатор первой в России такой службы. Ирина Николаевна, закройте ваш экран, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, мой доклад называется «Достаточно сложно», но все это касается аспектов того, как мы продолжаем, поддерживаем работу службы профилактики переломов. То есть, действительно, сначала то, что рассказывала Ольга Михайловна, мы обоснуем приоритетность, необходимость создания подобных служб для политиков, для местных руководителей, для руководителей своих подразделений. Продумаем финансирование, штаты, пройдем все пути и шаги того, чтобы стартовать эту службу. И вот дальше и начинается, наверное, не менее сложный этап, который касается оптимизации и поддержки работы службы. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что сколько бы мы ни готовились, все нюансы мы не учтем заранее, и это будет совершенствоваться в процессе нашей работы. Итак, если говорить о процессе оптимизации и поддержки, то я бы разделила это на два основных блока таких. Первое – это, конечно, анализ результатов, ликвидация пробелов в работе, а второе – это постепенное упрупнение службы, это вот этот путь маленькими шагами, это расширение модели другими случаями. Про это хотела бы сказать сразу, что на самом деле процесс масштабирования службы профилактики переломов абсолютно нормален и абсолютно приемлем при планировании работы службы. То есть вы видите, что можно увеличивать количество переломов, популяцию пациентов, которые вы будете включать. Ну вот мы, например, в своей работе начинали, сначала отработали все процессы на пациентов с переломами бедренной кости, а затем расширили это другими переломами в стационаре. А вот дальше пока у нас не хватает ресурсов, чтобы расширяться, но тем не менее, конечно, мы хотели бы работать и в направлении, например, амбулаторного звена. Также вы можете увеличивать и те разделы оказания помощи, которые вы будете внедрять. Например, вы сразу продумаете, как выявлять, обследовать пациентов, назначать им лечение. И постепенно, когда ваша служба станет более мощной, когда будут все процессы решены, например, сможете организовать эффективный мониторинг. То есть подобное стадийное развитие службы абсолютно приемлемо и закладывается в самом начале. Но улучшать это все и идти вот по таким шагам, конечно, невозможно без постоянного анализа результатов. И когда мы работаем на всей вседневной практике, организуем любые службы, системы, процессы, мы понимаем, что мы неким образом должны анализировать результаты, выявлять проблемы, которые существуют и решать, как их закрыть. И вот здесь есть такой метод, который, может быть, нам не очень понятен, если назвать его, да, он называется Plendium Study Act. Это метод, который сначала был внедрен в промышленности, но сейчас считается абсолютно приемлем для организации любой медицинской помощи. Но вот на самом деле в нашей работе, когда мы приступали к организации службы в 2012 году, все-таки мы не очень хорошо знали, как это делать. Учиться мы могли только на отдельных публикациях. Но вот как раз использование этого алгоритма и помогло нам усовершенствовать нашу службу. Итак, я в начале своего выступления как раз приведу наши данные о том, как мы совершенствовали службу, чтобы показать вам, как хорошо можно применять эту методику. Больница имени Соловьева – это единый травматологический центр для жителей Ярославской области. И мы развивали нашу службу на тот момент достаточно долго, потому что, опять же, скажу, что не очень хорошо ориентировались в технологиях, которые существуют в создании этих служб. Руководство наше Ольга Борисовна, Ершова, Александр Александрович Дегтярев нас всесторонне поддержали, безусловно, и мы приступили к созданию этой службы. Это планирование. Мы подумали, что у нас не так, что нам необходимо для того, чтобы организовать эту службу, создали прототип, подумали, как бы мы могли работать, и, конечно, привлекли руководство к тому, чтобы нас поддержало с точки зрения документов. Ну вот, прототип, он был очень прост. Мы считали, что мы действительно, так же, как и Елена Николаевна тоже привела свои данные, можем опираться на врачей-травматологов, которые станут направлять к нам пациентов, и врач центра остеопороза, который на базе этой больницы у нас создан на протяжении многих лет, будет работать по ведению данного пациента и наблюдать его в амбулаторном звене. Да, мы действительно провели очень большой подготовительный этап. Дали информацию всем врачам, травматологам, специалистам по остеопорозу, провели круглые столы, конференции, разработали плакаты, брошюры, направления в центр, разослали информацию по программе и стартовали. Следующий этап – выполнять. Мы начали внедрять этот прототип оказания помощи на протяжении полугода. Мы включали пациентов, их вошло у нас 187 за эти полгода. И затем, конечно, захотели посчитать, что же у нас получилось. То есть провели такой внутренний аудит. Понятно, что для любого подсчета должен быть какой-то инструмент. На тот момент единственный инструмент для подобного анализа – это был опросник системы лучших служб. Я о нем чуть позднее скажу, но он в себя включает 13 стандартов, касающихся различных организационных аспектов в работе этой службы. И каждый из них может быть достигнут на бронзовый, серебряный, золотой уровень, либо быть нереализован в принципе. И вы видите, что вот когда мы себя оценили, оказалось, что очень большое количество показателей все-таки очень хорошо реализовано, потому что центр остеопороза, денситометрия – все было в руках буквально у нашей службы. Однако большое количество организационных аспектов, которые приходилось налаживать для этой когорты пациентов вновь, оказалось, что не очень хорошо реализовано. Это и выявление пациентов, сроки оценки после перелома, профилактика падений, частота инициации терапии была, например, у пациентов с переломом бедра всего 9% из тех, кто получил переломы, и база данных. И вот здесь мы перешли на следующий этап, то есть анализ мы провели, и дальше изучать стали, что же мы можем усовершенствовать. И проведя такой мозговой штурм нашей командой, проанализировав все, во-первых, конечно, прибегли к советам экспертов Международного фонда остеопороза, которые говорят о том, что должна быть координатор медсестра. У нас это не была отдельно выделенная ставка, но полвремени своего рабочего одна медсестра занималась именно выявлением пациентов. И четверть ставки врача-консультанта стационара, потому что наши пациенты как раз и наблюдали в стационаре. Ну, вы видите функции медсестры, мы прописали абсолютно четко, это выявление пациента, назначение анализов, лабораторных консультаций врача. При мобильности пациента ему проводилась денситометрия, например, переломы позвонков или шейки плеча. И в дальнейшем телефонные контакты в динамике. Врач службы профилактики переломов ставил диагноз, назначал лечение, проводил индивидуальное обучение, разрабатывал план наблюдения. Далее оказалось, что загвоздка у нас очень большая состояла в том, что за время пребывания в стационаре действительно короткие сроки, и пациенты не успевали получить анализы, соответственно, получить назначение лечения. А на амбулаторном этапе им это было сделать крайне сложно, обычно на этом и заканчивалось взаимодействие, они не обращались в службу. Поэтому мы разработали приказ по больнице о том, что минимум обследования назначался уже в приемном покое. Вы видите совсем небольшой спектр анализа. И для все-таки того, чтобы проводить индивидуальные школы с пациентом, мы разработали брошюру профилактика падений. И вновь приступили к внедрению уже этого этапа, совершенствованного такого, внедрили изменения и промониторировали собственные результаты. Ну и вот эти данные Ольга Михайловна уже показала, но я хочу их показать еще раз, чтобы вы увидели, как сработал как раз этот алгоритм, о котором я говорю. Это алгоритм оценки эффективности пилотного проекта. Вот посмотрите, идентификация пациентов на первом этапе была 17-40%. При наличии координатора второй этап до 90% пациентов у нас идентифицировались в службе. Сроки проведения оценки после перелома, если в среднем посмотреть до внедрения этого этапа, 100 дней занимали. А после того, как мы совершенствовали модель, 40 дней с момента перелома до уже начала терапии. Инициация терапии достоверно увеличилась и кальций, витаминды и патогенетические препараты. Таким образом, вот этот алгоритм, если вы будете использовать в своей практике, его можно применять многократно для каких-то отдельных процессов, для системы в целом. Но это тот самый механизм, который позволяет продолжать и оптимизировать работу, то, о чем как раз я и говорю. Следующий раздел, о котором хотелось бы подробно поговорить, это оценка эффективности работы службы профилактики переломов. На сегодня общепринятым в мире таким показателем, который позволяет оценить реальное проведение мероприятий по вторичной профилактике переломов на уровне пациента, являются так называемые ключевые показатели эффективности. Они позволяют выявить сферы, где необходимо улучшение оказания помощи и вот как раз применять этот принцип, почему я с этого и начала, чтобы мы понимали на сегодня, куда применять вот эти вот подходы к совершенствованию оказания помощи. Какие показатели избрать в качестве ключевых действительно для оценки эффективности? Конечно, они должны быть значимы с учетом нашей цели снижения частоты повторных переломов и измеримы в клинической практике. Поэтому, если измерять частоту переломов, повторных переломов, это очень сложный и очень длительный процесс, и не всегда его можно оценить объективно. А с другой стороны, если выбрать пусть суррогатные точки, например, количество пациентов, которые принимают препараты через 4-12 месяцев, но мы прекрасно знаем, что прием препаратов существенно снижает риск переломов. Именно поэтому эта точка реального нашего введения пациентов и поможет нам оценить эффективность работы нашей службы. Все эти параметры, о которых сейчас я буду говорить, рекомендуется оценивать также на трех уровнях. Недостаточная реализация – это когда менее 50% выполнения конкретного показателя. Удовлетворительно – это 50-80% и прекрасно выше 80% вы видите зеленый показатель. То есть в каждой службе можно оценить каждый показатель и совершенствовать те аспекты, которые нуждаются в этом. Ну и вот таким образом выглядит этапность определения различных показателей. Обратите внимание, что, во-первых, они все отражают как раз наши подходы к ведению пациента. Во-вторых, они все привязаны по времени, к временным таким срокам. Почему? Потому что Ольга Михайловна уже говорила, как важно понятие ближайшего риска переломов. И поэтому все разделы, они уплотнены по времени, чтобы они были отработаны в службе так, чтобы это все проходило в очень короткие сроки. Посмотрите, первые два показателя – это полнота выявления пациента. Сейчас я вам это покажу с различными видами переломов. Затем через три месяца мы оцениваем то, как в службе были выполнены подходы к диагностике. Диагностика риска переломов, риска падений и выявления пациентов высокого риска и назначением терапии. 16 недель. Кто из пациентов приступил к реализации наших рекомендаций? Попал под наблюдение, начал лечение. 52 недели – количество пациентов, приверженных к лечению. Соответственно, безусловно, это искажется на результате в плане профилактики повторных переломов. Ну и вот отдельно хотелось бы остановиться на каждом показателе эффективности. Еще раз скажу, что, например, на этапе планирования вашей работы, когда вы будете анализировать, как вы организуете тот или иной процесс, то, что говорила Елена Николаевна, можно заведомо знать о том, что мы хотим получить, как мы будем рассчитывать свою эффективность. И знание вот этих ключевых показателей эффективности здесь очень даже нам пригодится при исходном планировании. Итак, количество выявляемых пациентов с непозвоночными переломами – это отношение количества выявленных пациентов к ожидаемому числу таких пациентов в локальных условиях. Вот и нужно рассчитать это количество ожидаемых пациентов. Есть разные подходы. Это провести аудит, уже Елена Николаевна говорила, например, за несколько месяцев или за несколько последних лет проанализировать данные. Либо, например, взять пациентов, которые обратились согласно базам данных за определенный период времени и посмотреть, сколько же за это время попало в нашу службу. Либо можно еще взять число пациентов с переломом бедренной кости, умножить их на 5. Таким образом, мы получим общее число пациентов с непозвоночными переломами, которые мы должны включить в службу. Пациенты с переломами тел позвонков – это число выявленных пациентов по отношению к общему числу пациентов с переломом бедра. Считается, что это количество не должно быть ниже, чем 75%. Здесь разные пути решения. На самом деле считается, что достаточно сложно выявлять пациентов с переломами тел позвонков, поэтому алгоритмы этого должны прорабатываться отдельно, заранее и реализовываться подходы, например, по рутинному выявлению переломов тел позвонков. Дальше, как вы помните, 4 раздела, которые оцениваются через 12 недель и являются ключевыми для оценки, для стратификации пациентов высокого риска. Во-первых, ключевой показатель 3 – это число пациентов, получивших оценку риска переломов по отношению к общему числу, выявленному в службе пациентов. И здесь мы должны тоже сформулировать свои подходы, помня о том, что денситометрия, например, может потребоваться не всем пациентам. Мы знаем на основании клинических рекомендаций, что мы можем поставить диагноз и на основании клинической оценки, и на основании ФРАКС. И вот прописав эти алгоритмы, как раз и оцениваем подходы к оценке риска переломов. Отдельный раздел касается частоты проведения денситометрии. И вот обратите внимание, как он формулируется. Это число пациентов, прошедших денситометрию за 3 месяца, по отношению к числу пациентов, которым необходимо это обследование в соответствии с региональными либо национальными рекомендациями. И вот здесь мы должны помнить, что, например, у пациентов с переломом бедра, переломом позвонка или тех, кто имеет высокий риск по ФРАКС, лечение не стоит откладывать до выполнения денситометрии. И это как раз должно найти отражение в знаменателе. И мы понимаем, что когорты пациентам, кому необходима денситометрия для стратификации их дальнейшего риска, она не будет составлять у нас 100% от всех включенных в работу. Оценка риска падений по отношению к пациентам, в целом выявленным в службе. Причем рекомендуется не только оценивать риск падений с использованием критериев, которые мы знаем, и опросников, да, это и оценка причин падений, безусловно, потому что нужно сформулировать мероприятие, направленное на снижение этого риска. И, конечно, у нас сейчас тоже есть в этом плане национальная рекомендация. И последний раздел, который выполняется в течение трех недель, это оценка числа пациентов, которым будет рекомендована антиостепаратическая терапия. Конечно, это те пациенты, у которых мы определили риск, как высокий, и они нуждаются в назначении этого лечения. И здесь надо помнить, что назначение кальция, витамина D, безусловно, не относится к этой терапии, поэтому пациенты, которые получили только эти назначения, не могут быть учтены, как получившие рекомендации по антиостепаратическому лечению. Дальше следующий этап – 16 недель. Здесь у нас через 4 месяца после перелома пациенты уже должны начинать реализовывать программы по снижению риска падения и перелома. Поэтому седьмой показатель эффективности – это количество пациентов, у которых в целом был проведен этот повторный визит по отношению ко всем пациентам, получившим рекомендации. И разные могут быть способы проведения этого визита, и телефонный контакт учитывается, и может быть контакт с медсестрой, какие-то письма. То есть все это, если это утверждено в вашей службе, будет считаться проведенным визитом. И надо помнить, что если пациент получил назначение парентеральных препаратов, то наблюдение все равно это должно быть проведено, потому что должны оценить приверженность к немедикаментозным мероприятиям, к приему кальция, витамина Д. Через 8 же недель мы оцениваем количество пациентов, начавших лечение антиостеопаратическими препаратами по сравнению с той группой, кто получил эти рекомендации, и начавшие тренировки по повышению силы и равновесия. Но здесь, конечно, учитываются научно обоснованные упражнения. Есть рекомендации, например, которые говорят о том, что здесь можно не включать пациентов, которые получили перелом проксимального отдела бедра, потому что они просто не смогут посещать, например, эти тренировки, поэтому здесь тоже могут быть индивидуальные подходы. И последний такой, самый важный, наверное, ключевой показатель эффективности, касающийся клинического раздела ведения пациента, это приверженность через год. Вот здесь мы прекрасно понимаем, что чем больше пациентов у нас осталось на терапию остеопороза, тем существеннее снизится у нас риск повторных переломов. И здесь мы разные методы оценки будем применять, и самоотчеты пациентов, выписанные рецепты, анализ клинической ситуации пациента, но все это мы знаем по клиницистам. И, конечно, важно, чтобы была база данных, в которой будут отражаться и входить все эти параметры, и только при полноценном заполнении всех данных по каждому из предыдущих указанных показателей эффективности мы сможем действительно проводить аудит и анализировать нашу работу. Ну и вот здесь нельзя не сказать о нашем регистре пациентов Прометей, который был инициирован в 2019 году, и он сейчас развивается и совершенствуется с каждым годом. Он включает в себя многие параметры по оценке риска, по включению пациентов, снижению риска переломов, вернее, мероприятиям, которые назначены для снижения риска переломов, для снижения риска падения, то есть такой достаточно подробный регистр с точки зрения всех тех аспектов, которые мы с вами обсудили. Его поддерживает Российская ассоциация по Усту и по Розу, компания Астан Консалтинг, как администратор базы данных, и он поддерживается грантом компании Анджин. Но хотелось бы сказать, что вот в этом году мы как раз привели этот регистр, сейчас принимают участие в его ведении 7 центров у нас, и на сегодня в нем более 520 человек. И хотелось бы показать, как мы сейчас его усовершенствовали, анализ в нем, применив как раз возможность анализировать его с точки зрения вот этих ключевых показателей эффективности. Например, с использованием этого подхода мы анализировали основные клинические параметры по оценке риска у пациентов и назначению терапии. И вот посмотрите, то, что касается оценки риска переломов, оценки фракс, оценки риска падений на практически 100%, то есть зеленый уровень в достижении этих ключевых показателей эффективности во всех центрах, которые ведут этот регистр. Ну вот фракс, например, не был введен только у 17 человек, но при этом многие из них были старше 90 лет, поэтому здесь абсолютно объективно не использовался этот алгоритм. Денситометрия. Всего 67% пациентов, причем в регистр у нас заложены как раз те подходы, что денситометрия не является обязательным методом у тех пациентов, кому мы можем поставить диагноз клинически, либо с использованием алгоритма фракс. И только у оставшихся для определения риска мы применяем денситометрию. Но инициация терапии тоже, казалось бы, 64%. На желтый уровень мы достигли в регистре этого показателя, но анализируя, мы посмотрим, что у 3% пациентов риск был определен как низкий, то есть они вообще не нуждались в дальнейшем назначении препаратов. Почти у половины гипокальцимия, то есть временное противопоказание к назначению патогенетических препаратов. Ну и оставшихся просто не указана была причина, почему не назначились препараты. И вот таким образом еще раз вернусь и покажу вам, что именно регистр, такая база данных, она позволяет оценить каждый центр по различным аспектам организации помощи в них. И в них это позволяет нам видеть, где требуется совершенствование этой помощи. Ну и последнее, о чем я хотела бы сказать, это, наверное, о том, что интересует всех, кто уже начал работать и, может быть, отчасти пугает тех, кто планирует эту работу. Как же попасть на ту самую карту мира, на которой уже 17 служб, и что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, зачем это делать? Казалось бы, мы работаем у нас, и, может быть, в нашей системе медицинской это и не нужно, однако это позволит и продемонстрировать свои достижения, учиться у наших коллег и учиться друг у друга, получить международное признание, что очень часто важно для руководителей медицинского учреждения, и они с гордостью показывают ту звезду, которую смогли получить служба в их учреждении. Кто может участвовать? Посмотрите, модели, основанные на наличии координатора. Вот это ключевой аспект, который все-таки обязательным считается для попадания на карту. Любые типы учреждений, то есть это может быть не только травматологические учреждения, и многопрофильные стационары, и поликлиники, другие стационары, где выявляются пациенты с переломами на любой стадии развития. Если вы только начали работать, вы тоже уже можете о себе заявить. Любого масштаба. Но вот здесь есть маленькая оговорка, что все-таки, если в год включается 100 и более пациентов. И вот внизу показан сайт, на котором есть данный опросник. Для того, чтобы попасть на карту мира, мы заполняем как раз тот опросник, системы лучших служб, о котором уже упоминалось. Вот 13 разделов, каждый из них будет оценен на бронзовый, серебряный или золотой уровень. И вот посмотрев, например, на параметры идентификации, вы уже видите, что это как раз касается организационных аспектов оказания помощи. Почему и оценивается ваша работа, как вы смогли организовать эту службу. На сайте есть пошаговое руководство, как заполнить все разделы этого опросника. Он тоже переведен на русский язык, так что не будет это представлять для вас проблему. И эксперты, когда вы отправите им свой опросник, оценят вас на основании пяти доменок. Это оказание помощи пациентам с переломами бедра, с другими стационарными переломами, с амбулаторными переломами, переломами тел позвонков и организационные критерии. Это не значит, что у вас должно быть все организовано. Вас, например, могут оценить только если у вас организована помощь пациентам в амбулаторных условиях. И тогда другие домены просто для вас будут неактивны. Но это не значит, что вы не можете в этом разделе получить, например, золотую звезду. Как занять свое место на карте мира? Вы заполняете вот этот онлайн опросник, и ваша звезда помечается зеленым цветом. Не сказала, сразу скажу, что если вы еще не готовы направить опросник, но уже начали свою работу, вы тоже можете зарегистрироваться и получите синюю звезду. Но это еще звезда, которая не вошла в рассмотрение, просто заявила о себе. Это, конечно, нужно делать сразу, как только вы организуете службу. И вот когда вы оказались окрашены зеленым цветом, это значит, что идет рассмотрение, эксперты будут анализировать данные, которые вы пришлете. После этого перешлет их вам. Вы можете принять это, либо, например, вступить в дискуссию, сказать, что вы не очень согласны с каким-то разделом, и доказать свою правоту, после чего ваша звезда действительно появится на карте мира. Ну и хотелось бы призвать всех к тому, чтобы вступать в эту программу, и, конечно, не лениться и не бояться регистрировать себя в международной системе. Спасибо большое. Ксения Юрьевна, спасибо вам огромное. Вот просто чрезвычайно важно. Я хочу сразу объявить всем слушателям, что мы поставим наши презентации на сайт Остеопорозис, название сайта Российской ассоциации по остеопорозу, и вы сможете их посмотреть еще раз, если у вас какие-то там остались вопросы. У нас есть уже вопросы в чате, и я предлагаю кому-то задавать, кто хочет продолжать в чате, кто-то, может быть, сможет задать и, что называется, вживую. Итак, наша коллега Варта Бабалян, президент Армянской ассоциации по остеопорозу. У них есть республиканский центр остеопороза. Варта спрашивает, является ли служба профилактики повторных переломов платной для пациента? Я вопрос сначала адресую Елену Николаевне, а потом, может быть, добавит и Ксения Юрьевна. Итак, является ли служба для пациента платной? И как можно организовать финансирование проекта при условии отсутствия государственного обеспечения? А может быть, здесь кто-то из наших коллег, кто участвует здесь и организовал такую службу на базе частного учреждения? Пожалуйста, прокомментируйте тоже дополнительно. И продолжение вопроса Варта. Если служба организована вне медицинской организации, где находится травмпункт или стационар, кто организовывает направление пациентов в травмпункт или стационар? Ну, вот, например, у них центр, он один, а травматологических отделений в городе, в том же Вареване, например, много, несколько больниц. Как вообще вот можно это организовать, поток пациентов из разных учреждений в один центр? Елена Николаевна, пожалуйста, начинайте отвечать. Да, спасибо, Ольга Михайловна, большое спасибо за вопрос. Что касается первой части вопроса о финансировании. На сегодняшнем этапе, ну, все-таки мы видим, что служба профилактики повторных переломов, безусловно, для ее эффективности должна быть бесплатной для пациента. Мы не можем, ну, скажем так, ограничивать нашу доступность помощи пациентов с условием финансовых средств. Ну, наверное, не так богаты наши пациенты. Что касается, кто будет за это платить. На сегодняшний день именно поэтому мы говорим о вот важности появления служб профилактики повторных переломов в нормативных документах федерального значения, потому что действительно это вопрос очень актуальный. Я думаю, что Ксения Юрьевна со мной согласится, да, и все доктора, которые уже имеют службу профилактики повторных переломов, это действительно является, ну, такой проблемой, потому что, ну, во-первых, мы понимаем, что система финансирования ОМС, она несколько, ну, имеет оттенки в различных регионах Российской Федерации. Например, в городе Санкт-Петербурге вот та служба профилактики повторных переломов, которая работает на сегодняшнем этапе, работает, по сути, в рамках подушевого финансирования, да, то есть доктор принимает пациентов, несмотря на то, что этот пациент не прикреплен к медицинской организации, он не получает за это дополнительные деньги. Это проблема, и эта проблема решается здесь конкретно на уровне медицинской организации, да, то есть договоренностью с руководителями подразделения, с главным врачом и так далее, то есть как обеспечить финансирование этой службы. Но вот для главного врача это действительно на сегодняшний день является проблемой. Вот, поэтому, ну, да, наверное, каждый решает ее по-своему. Что касается пациентов, которых мы можем направлять в центр остеопороза из разных травматологических подразделений, ну, с моей точки зрения, я вижу здесь только систему, ну, скажем так, регламентированную, опять же, какими-то нормативными актами на уровне, ну, города, например, да, или региона, которая позволит определить маршрутизацию этих пациентов. То есть, да, исходно ее надо очень хорошо продумать, да, исходно нужно прописать, кто является теми ответственными лицами, поскольку, как вы понимаете, это будет служба в масштабе, ну, например, города, да, то есть центр профилактики повторных переломов, который базируется на базе центра остеопороза, пусть это будет городской центр профилактики повторных переломов, но в каждой из медицинских организаций, которая оказывает травматологическую помощь, должно быть ответственное лицо за формирование именно маршрута пациента, который в конечном итоге должен дойти до центра профилактики повторных переломов городского, если это будет вот в таком виде. Спасибо большое. То есть, по сути дела, в каждом учреждении координатор вот этот и должен присутствовать, да, вот без него не обойтись, иначе это будут потери, и это не будет системы, это будут единичные пациенты, которые дойдут до центра. Ксения Юрьевна, хотите добавить что-то? Да, я хотела бы добавить по первой части вопроса касательно частных учреждений и платности этой службы. На самом деле, безусловно, если мы говорим о помощи на уровне государства и региона, эта помощь должна быть бесплатной, организовываться в государственных учреждениях. Но с другой стороны, я бы сказала, что есть опыт и в мире, и в России он есть по созданию подобных служб в частных учреждениях. Это абсолютно не воспрещается. Наоборот, если есть травматологическая помощь в частном центре, или если, вот у нас опыт, например, коллег из Казани, что у них мощный диагностический центр, частный тоже, да, платный, в котором возможно выявление переломов тел позвонков различными методами. И там также организуется служба профилактики переломов, которая собирает этих пациентов, выявленных, и перенаправляет их дальше по подобным алгоритмам, да, для того, чтобы они получили помощь. Поэтому на уровне государства, конечно, это должна быть бесплатная помощь, но отдельные учреждения, частные, вполне могут организовать у себя подобную службу. Это достаточно престижно, считают многие, и поэтому эти службы организуются. Спасибо большое, прекрасно. Уважаемые коллеги, есть ли кто-то среди слушателей, кто организовал уже работу службы профилактики повторных переломов на базе частного учреждения какого-то? Пожалуйста, если есть такие, откройтесь нам и дайте свой комментарий, поделитесь своим опытом, пожалуйста. Спасибо. Нет таких людей. Но на самом деле сегодня, я знаю, среди слушателей присутствуют врачи, работающие в самых разных учреждениях здравоохранения. И по ОМС, и в частных, и в травматологических, и в стационарах, и в пунктах. Есть большое количество терапевтов, которые хотят открыть службу профилактики повторных переломов. И я даже вижу, что среди нас есть доктора, врачи общей практики в сельской местности, которые у себя, ну, что называется, запросто могут открыть такую службу, потому что просто знают хорошо свое население. Знают, кто у них сломал кости и вернуться, когда от травматолога такие пациенты обратно под наблюдение врача общей практики. Здесь, собственно, и координатора не нужно, этот врач сам себе координатор, и главное пригласить себе этих пациентов и начать лечить у них остеопороз. Я думаю, что это в каком-то смысле уникальная система, потому что такое я еще не слышала нигде в мире. Обычно в крупных городах, в крупных учреждениях организуется такая служба, а вот в мелких нет. Поэтому, пожалуйста, дерзайте, открывайте, и вы будете первыми не только в России, но первыми, наверное, и в мире. Доктора, скажите, пожалуйста, есть ли еще у кого-то вопросы, кто хотел бы нам их задать? Пожалуйста, чувствуйте себя свободно. Мы для этого здесь и собрались для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Добрый вечер. Гульжанка Хамзевична, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу поблагодарить Международный фонд по остеопорозу за проведение данного вебинара и поблагодарить вас, Ольга Михайловна, и ваших учеников за такую большую работу. И спасибо за приглашение на данный вебинар. У меня два вопроса. Во-первых, все-таки мы стоим, скажем так, на начальном этапе. В каком медицинском учреждении нам было бы лучше открыть службу профилактики повторных переломов в амбулаторной службе или же стационарной? Просто какая служба дает более эффективно, скажем так, амбулаторная служба или стационарная служба? Может быть, я не совсем правильно выражаюсь, но вот этот вопрос. И второй вопрос, Ольга Михайловна, вот если мы работаем в амбулаторной службе, в поликлинике многопрофильной, там, где есть травматологи, травматологическое отделение и, допустим, травматологический стационар, могут ли быть различия в частоте переломов? Допустим, многие же переломы просто чаще идут в амбулаторию, например, не тяжелые, ну, например, перелом дистального отдела предплечья, а переломы проксимального отдела бедра чаще идут в стационар. Спасибо большое. Спасибо, Гульжан Хамзяньевич, давайте мы Ксению Юрьевну попросим ответить на этот вопрос. Спасибо большое за вопрос. Он, наверное, я думаю, что не только для вас важен, а для всех, кто планирует эту работу, особенно на уровне региона. У нас есть и главные специалисты сегодня. Я бы вот со своей точки зрения, может быть, со мной не согласятся коллеги, я бы сказала, что если вы не планируете это у себя и вот в своих руках, да, вы знаете, что происходит, да, действительно на уровне города или района, то я бы, наверное, посоветовала организовать там, где вы видите, что это будет проще. Я имею в виду проще с точки зрения энтузиазма врачей в конкретном медицинском учреждении, которые уже слышали, уже поддерживают, уже задают вам вопросы, возможно, где вы получите отклик. Потому что, с одной стороны, можно сказать, что самое простое – это организовать в стационаре, где лежат пациенты с переломомом проксимального отдела бедра. Вот они все собраны, приходи и нас начать. Ну, например, вы туда придете, и вас никто там не ждет и не хочет видеть, и вы будете очень долго биться в закрытую дверь. Тогда зачем это нужно, если у вас есть коллеги в поликлинике, в травмопункте, которые с радостью воспримут эту идею? Поэтому я думаю, что никаких жестких подходов нет. Чтобы получить отклик, надо начать. И начать, наверное, там, где это будет более комфортно, для вас более удобно, и где лучше команда, которая сплотится вокруг этого. Скажите, пожалуйста, но это не повлияет же на частоту переломов, допустим? Я просто переживаю, что если мы в поликлинике начнем, в травмопункте поликлиники, там будут переломы, но большей частью, как бы, ну, амбулаторно, условно говоря. Может быть, мы где-то упустим пациентов с переломом проксимального отдела бедра? Я уже говорила, что эти переломы можно включать поэтапно. Поэтому если вы начнете от работы эти подходы, то дальше вы сможете включить другие учреждения, другие переломы. И еще мы должны помнить, что пациенты с переломом предплечья, у них повышается риск переломов бедра в два раза, переломов позвонков, поэтому это не бесполезная будет работа. Нет, да, спасибо большое, спасибо огромное. Спасибо, может быть, кто-то еще хотел бы прокомментировать? У кого-то еще есть опыт организации? Коллеги, никто не хотел бы выступить? Так, что-то доктор Гмызин спрашивает, стационар после перелома проксимального отдела бедра я не очень вопрос. Поняла, пожалуйста, уточните. Так, у нас есть от Евгении Леонидовны Матвейченко из Белгорода вопрос. Возможно ли организовать так, чтобы частный центр был частью службы профилактики повторных переломов, а сама служба находилась бы в ОМС? Вот она пишет, что просто несколько частных центров изъявили желание сотрудничать в плане ведения таких пациентов, потому что денситом всего в частных руках. Ну, в первую очередь, вы знаете, я, наверное, после меня еще мои коллеги прокомментируют, мне кажется, есть очень важные вещи. Если вам удастся договориться с вашим территориальным фондом обязательного медицинского страхования, например, что частные организации могут получать за те же деньги, которые получает бюджетная организация или государственная организация за конкретное обслуживание пациента и частные клиники, это будет интересно, то мне кажется, вы вполне можете в эту систему включить и частные клиники. Могу привести вам пример. У нас сейчас в городе, в Петербурге, идет обсуждение возможности подключения вот в эту систему одной частной организации, которая хотела бы, например, у этих пациентов вводить заледроновую кислоту, а поскольку в Петербурге очень хороший МЭС заведения заледроновой кислоты, то они могли бы подключиться и консультировать пациентов и кому-то из них ввести заледроновую кислоту. Они считают, что им с финансовой точки зрения это интересно. Ксения Юрьевна, Елена Николаевна, добавите что-то? Я полностью согласна, Ольга Михайловна. Я тоже согласна, не добавлю. Ну, отлично. Так, у нас есть еще вопрос о том, может ли Варта, наш доктор Бабалян, сотрудничать с нами, нашими коллегами, менторами в случае планирования проекта. Безусловно, мы открыты для всех и готовы помогать не только в учреждениях нашей страны, но всем нашим друзьям, всем нашим коллегам из близлежащих стран. Но у нас нет опыта помощи в организации СППП в других странах. Варта, вы будете первой. Есть опыт открытия такой службы в Казахстане, в Алмате, как раз у Гульжан Хамзевичны Габдулиной. Но мы не участвовали в организации их СППП. Есть еще вопрос, можно ли будет посмотреть запись вебинара. Я надеюсь, что мы попросим международный фонд, и они нам помогут. И, возможно, мы этот вебинар и поставим. Но если не удастся, то презентации точно будут стоять на этом сайте. Ну что ж, если есть еще вопросы, пожалуйста, задайте их сейчас. Если вопросов больше нет, то мы с вами подошли к завершению нашего вебинара. И у меня есть очень важное объявление. Во-первых, если вас заинтересовала эта информация, вы можете, кроме наших вебинаров, наших презентаций, обратиться на сайт Российской Ассоциации по остеопорозу. Остеопорозис.дефит.ру. И там есть отдельный раздел, посвященный службам профилактики повторных переломов. И там довольно много методической информации размещено. Вот те, например, ключевые показатели эффективности, о которых сегодня говорила Ксения Юрьевна, они там размещены. Если не размещены, то будут размещены в ближайшее время. Там другая литература. Там еще стоит другой вебинар наш, в котором мы говорили о службах профилактики. Кроме того, для тех врачей, которые работают в рамках медицинских учреждений государственных, я хочу вам сказать, что мы сейчас приступили к разработке методических рекомендаций по открытию и дальнейшей организации работы служб профилактики повторных переломов. Эти методические рекомендации, мы надеемся, нам пообещали, будут приняты Министерством здравоохранения Российской Федерации и будут разосланы во все медицинские учреждения нашей страны. Это будет еще одно подспорье вам в организации ваших служб профилактики повторных переломов. Вспомните, пожалуйста, что в нашей ассоциации работает рабочая группа по службам. Ею руководит доктор медицинских наук Ксения Юрьевна Белова, которую вы сегодня все слушали. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы хотим быть вам полезными. Мы хотим быть в контакте с вами. И мы хотим знать, во-первых, работаете, открыли вы службу или нет. Как она, ваша служба, работает. Есть ли у вас какие-то проблемы. Хотите ли вы использовать наши и им пользоваться. Частная организация или государственная. Для нас неважно. Мы хотим, чтобы эти службы работали. Пожалуйста, оставьте свои контакты для нас сейчас, для Ксении Юрьевны, если у вас еще их нету, хотя они есть, если мы вас пригласили на этот вебинар. Но, может быть, вы знаете кого-то еще, кто хотел бы открыть такие службы. Сообщите нам об этих учреждениях, об этих людях, чтобы мы могли бы извещать их, информировать о тех событиях, которые мы планируем. Помните, пожалуйста, 17-18 марта этого года, через полтора месяца, в Петербурге в гибридном формате онлайн и в зале будет проходить конференция, посвященная остеопорозу и вопросам ортогериатрии. Это российская конференция, и там будет отдельный симпозиум, посвященный службам профилактики повторных переломов. И те из вас, кто хотели бы принять участие в качестве выступающих на этом симпозиуме, пожалуйста, тоже сообщите нам, если у вас есть интересная информация, которой вы хотели бы поделиться. Ксения Юрьевна сейчас как раз занимается организацией этого симпозиума, и она составляет его программу. Следующее, на что хочу вас куда позвать, конечно, поставьте свои службы на международную карту. Поставьте, даже если вы только-только начали работу. Дальше уже закрепитесь и будете получать различные уровни. Те же из вас, кто уже поставили свои службы, пожалуйста, повышайте их уровень. Если у вас просто регистрация, получите бронзовый. Если бронзовый, старайтесь получить серебряный. Ну уж, конечно, ждем тех из вас, кто получит золотой уровень. Ну вот, собственно, наверное, все, что я хотела вам сказать. Спасибо вам за обратную связь. Я вижу, что вам было по вашим записочкам тут в чате, что вам было полезно. Я очень надеюсь, что это у нас не последний вебинар. Мы будем их повторять в течение года. И, может быть, даже хотелось бы быть в более открытом формате, чтобы вы могли показать свои лица и поучаствовать, рассказывая о своих службах. И самое главное, чтобы эти службы появлялись, и чтобы они работали и работали хорошо, правильно и эффективно. Ждем от вас новых служб. Спасибо большое, Ксения Юрьевна. Спасибо большое, Елена Николаевна. Спасибо всем, кто задавали вопросы. И, конечно, thank you for International Osteoporosis Foundation for supporting of this very, very important meeting. На этом мы завершаем нашу презентацию, наш вебинар. Всего доброго всем. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.